Сегодня в Доме культуры Первосинюхинского сельского поселения активно идет подготовка к празднованию широкой масленицы. Основные мероприятия, посвященные проводам зимы, состоятся уже в выходные дни. Поэтому участники творческих коллективов свободное время от занятий в школе посвящают репетиции. Юные актеры старательно оттачивают свои роли, ведь впереди премьерное выступление, на которое соберутся сотни хуторян. Весна, приди, три угодья принеси, первое угодье, лав-половодье. Специфика наша такова, что нашим людям больше некуда пойти. И не каждый себе может позволить выехать в город и посетить какое-то культурное учреждение. Поэтому все праздники у нас проходят на ура. Так вот был, допустим, Новый год, рождественские посиделки. Люди остались очень довольны тем, что проводила ДК здесь для нашего населения. И вот сегодня, уже в преддверии масленицы, тоже ожидается большой праздник. Каждый год руководители творческих коллективов разрабатывают новую программу праздника, а не похожую на предыдущую. Много информации черпают из литературы, обновляют сценические костюмы. Праздник масленицы мы любим за то, что с приходом весны у нас оживает вся природа. Наконец у нас заканчиваются долгие зимние холода, наступает весна, и начинает пробуждаться вся природа. Прилетают птицы, что это очень много радости, веселья приносят деткам. Мы покажем, да, еще и это мы сейчас готовим такой обряд, который затрагивает, как уже сказала Светлана Владимировна, затрагивает тему и благовещения, когда пришла благая весть, да, принеслась благая весть, что будет спаситель у нас на нашей земле. И вот, ну вот как-то мы хотим тоже затронуть и эту тему христианства, и готовим в этом случае обряд. Я люблю праздник масленицу за теплый чай с блинами. Конечно же, чай будем пить всей компанией, друзья собираются всегда. И очень интересно, как сжигают чучело. Мне нравится масленица, ну, потому что, когда нам дают роль, у меня в душе радость, и я хочу эту радость, радость передать остальным. Вот, и когда мы собираемся на чай пить, мне очень нравится, мы всегда играем, радуемся, смеемся. В сельском доме культуры работают более десяти кружков и объединений. Главная их цель – развить творческий потенциал каждого посетителя. А их здесь более ста. Самые активные, конечно же, дети, подчеркивают сотрудники учреждения. Они и поют, и танцуют, и занимаются рукоделием. А это творческая мастерская. Здесь лишнего ничего нет. Любой подручный материал в руках юных умельцев превращается в настоящий шедевр. Почти весь февраль учащиеся кружка готовились к районному конкурсу «Кубанский казачок». На занятиях дети своими руками делали кукол. Основной материал – лоскуты. Причем каждый своеобразный оберег выполнен без использования ножниц и ниток. Но прежде чем приступить к созданию экспонатов для выставки, было изучено много материала по истории Кубани, говорит руководитель кружка. Я покупаю тематическую литературу в библиотеке. Берем книжки по кубанской тематике, по дворю кубанской изучаем. Сейчас очень, ну как, тема такая казачья очень развивается, потому детям надо знать свои корни, свой быт, как раньше жили казаки, как что. Потому что у нас дети сейчас больше в телефонах, в интернете, а такого они как бы ничего не это. Потом мы стараемся, чтобы им интересно было, чтобы они приходили здесь, развивались, что-то узнавали новое, что-то, может, они со школы где-то принесут с интернета, мы им что-то. Когда на мастер-классы ездим, нас приглашают в Лоббинск, другие станицы. Сейчас дети увлечены не менее интересным и важным занятием. Они готовят поделки к 8 марта. Их на празднике, который состоится в местном ДК, вручат своим мамам. Ведь, как известно, нет дороже подарка, выполненного своими руками.